Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 11 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, наречённые в честь святых Максима, Анны, Кирилла, Виталия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память святых апостолов Иосона и Сосипатра. Апостол Иосон происходил из Тарса в Малой Азии, был первым христианином в городе. Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба стали учениками апостола Павла, который даже называл их своими сродниками. Святой Иосон был поставлен епископом в родном городе Тарси, Сосипатр в Икании. С евангельской проповеди они отправились на запад и в 63-м году достигли острова Киркиры в Иоанническом море близ Греции. Там они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили. Правитель острова узнал об этом и заключил их в темницу, где сидели семь разбойников. Сатарний, Якис Холл, Фавстиван, Януари, Марсалий, Ефрасий и Маммий. Апостолы обратили их ко Христу. За исповедование Христа семь узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском. Тюремный сторож, видя их мученический подвиг, объявил себя христианином. За это ему отрубили левую руку, потом обе ноги и затем голову. Апостолов Иосона и Сосипатра правитель приказал бить кнутом и снова заключил в тюрьму. Когда дочь правителя, девица Киркира узнала, как мученики страдают за Христа, она объявила себя христианкой, раздала все свои украшения нищим. Взбешенный правитель пытался уговорить дочь отречься от Христа, но святая Киркира твердо стояла и против уговоров, и против угроз. Тогда озлобленный отец придумал ужасное наказание дочери. Он приказал поместить ее в отдельной темнице и впустить к ней разбойника и блудника Мурина, чтобы тот обесчестил невесту Христову. Но когда разбойник подошел к двери тюрьмы, на него напал медведь. Святая Киркира услышала шум и именем Христовым отогнала зверя, затем молитва исцелила раны Мурина. После этого святая Киркира просветила его Христовой верой. Мурин объявил себя христианином и тут же был казнен. Правитель приказал поджечь тюрьму, но святая девица осталась жива. Тогда по приказу злобствующего отца она была повешена на дерево, удушена едким дымом и расстреляна стрелами. После ее кончины правитель решил казнить всех христиан на острове Киркире. Мученики Зинон, Евсивий, Неон и Виталий, просвещенные апостолом Иосоном и Сосипатором, были сожжены. Жители Киркиры, спасаясь от гонения, переправились на соседний остров. Правитель с отрядом воинов поплыл, но был поглощен волнами. Сменивший его правитель приказал бросить апостолов Иосона и Сосипаторов в котел с кипящей смолой, но когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул «Боже Иосонов и Сосипаторов, помилуй мя!». Освобожденные апостолы крестили правителя, дали ему имя Севастьян и с его помощью построили на острове несколько церквей и, дожив там до глубокой старости, своей горячей проповедью приумножили стадо Христова. Хочется несколько слов зачитать от Иоанна Лесвичника. Но комментируя некоторые события, бывает так, что человек приходит и рассказывает о том, что и какие сны ему снятся, но и пытается выяснить, а к чему это, или какой в этом смысл. А некоторые доходят в своем сшествии с дороги ума до того, что пытаются разобрать по сонникам, что к чему, что приснилось, что к деньгам, что к благополучию, а что еще к чему. Но со снами нужно быть очень аккуратным, потому что по снам нельзя сказать о том, что будет, но можно в какой-то степени понять, что было. Потому что, как сказал один человек, бывают воспитанные сновидения, а бывают невоспитанные сновидения. И то, что в человеке, в сознании возникает в процессе его покоя, во многом обусловлено его предыдущей жизнью, или проведенным днем, или вечером. И что человек переживает во сне, поэтому можно заключить, насколько мирно, спокойно, или, напротив, беспокойно, человек погружался на сон грядущий. Иоанн Лесничник пишет, «Бесы многократно преобразуются в ангелов света и в образ мучеников, и представляют нам в сновидениях, будто мы к ним приходим. А когда пробуждаемся, то исполняют нас радость и возношение. Сие да буди тебе знаком прелести, ибо ангелы показывают нам муки, страшный суд и разлучение, а пробудившихся исполняют страха и сетования. Если станем покоряться бесам в сновидениях, то и во время бодрствования они будут ругаться над нами. Кто верит с нам, тот вовсе не искусен, а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр. Итак, верь только тем сновидениям, которые тебе возвещают муку и суд. Если приводят тебя в отчаяние, то и эти сны от бесов». Один батюшка поделился своим отношением с окормляемым им человеком. Беседы душеполезные слушать отказывается. Говорит, что это фарисейство. Читать толкование на апостол не хочет. Только слова Христа, прямая речь, правильная. Пастырь решил уличить в лицемерии по главе 10 от Матфея. Беда с такими подопечными. Надо, к слову, сказать, что человек некоторое время провел в секте неопятидесятников. Часто люди говорят, ну а какая разница? Но ведь и там, и там говорят про Христа. Вот удивительный парадокс, что любить Христа научат или нет в той или иной протестантской секте. Это еще большой вопрос. Но ненавидеть православие научат 100%. Какими-то занозами, какими-то издевками, откровенным хамством воспитываются посетители тех или иных, так называемых, христианских собраний. А доверие к пастырю и к церкви, оно очень важно. Оно в каком-то смысле определяет духовную жизнь человека. Иоанн Листочник говорит, «Желающим соблюдать всегда несомненную веру к наставникам необходимо, нужно незабвенно, неизгладимо хранить в своем сердце их добродетели. С тем, чтобы воспоминанием об онных, о добродетелях, заграждать уста бесам, когда они станут в нас всевать к ним недоверие. Ибо сколько вера цветет в сердце, столько и тело успевает в служении. А кто приткнулся о камень неверия, тот уже упал. Ибо всячески то, что не от веры, грех есть», — говорит апостол Павел. «Когда помысел склоняет тебя испытать или осудить твоего наставника, как от блуда, отскочи отонова, не давай сему, змею, никакого послабления, ни места, ни входа, ни приступа. Но говори ему, «О, прелестник, не я над наставником, а он надо мной получил суд. Не я его, а он мой судья». Очень важно вовремя отсечь всевозможные лукавые помыслы, потому что, потеряв доверие, человек притыкается о камень своеволия. Нет другой погибели для монаха, а можно добавить и для всякого христианина, как исполнять собственную волю. Ну и последнее, что хочется сказать. Очень интересный совет для напоминания себе о молитве. Например, договориться с другими близкими по духу людьми о каких-нибудь тайных знаках о молитве. Или на рабочем месте повесить напоминания, изречения святых отцов. Можно приучить себя, чтобы где-то недалеко были чёточки или в кармане небольшие. Ну, на руках носить их неприлично, в том смысле, что чётки являются облачением монашествующих. И носить с собой длинную сотницу является, ну, для мирянина как-то не очень уместно. Вечерком, когда или где-то в молитвенном месте, в уголочке, чёточки достал положенное молитвенное правило, благословленное духовником, в том числе и с молитвой Иисусовой, прочитал. Можно в виде чёточек носить, как браслет, который рядышком, который на руке, который напоминает о молитве. И каждый раз можно его взять и прочитать. Десяточек других молитв Иисусовых. Отец Иоанн Лесвич не говорит. Послушаем и о другой преславной добродетели тамошних отцов. Блаженные сии и во время трапезы не прекращали умного делания, но некоторыми обычными у них тайными знаками напоминали друг другу о внутренней молитве. И делали это не только на трапезе, но и при всякой встрече друг с другом и при всяком собрании. Такая братская поддержка. Поскольку молитва — одна из величайших добродетелей христианских, и в ней нужно всё время обучаться, непрестанно, то такая помощь. Человек отвлёкся на какой-то разговор, на помысел, а собрат ради его пользы каким-нибудь знаком, типа «уста прикрыть» или как-то «молиться» напоминает. И восстанавливается у человека духовная связь с Богом. Будем внимательны, дорогие мои, к своему состоянию души и очень хотеть спастись. Помогай нам всем, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова